Подпишитесь на Ру-Тюб-канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро» на Спасе. Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 1 декабря, друзья, пятница, первый день зимы. Церковь молитвы начнет память мученика Платона Анкирского. В эфире программа «Утро» на Спасе с Богом в новый день. Не в алтаре, но в храме. Как женщины могут служить Богу в наши дни? Есть ли случаи, когда человеку при жизни являлся сам Христос? Отвечаем на ваши вопросы в рубрике «Утренняя почта». Миссионер, горящий своим делом. Каким запомнили отца Даниила Сысоева? Нести звание христианина с гордостью. Почему главное – не скрывать свои веры? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро» на Спасе. Праведным же называется не только тот, кто не служит жадности, но и тот, кто не повинен ни в какой дурной страсти, говорил святитель Иоанн Златоуст. «Утро» на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Давайте посмотрим один интересный сюжет от наших коллег. Левая рука великомученика Никиты находится в монастыре «Высокие дичаны» в Сербии, в Косово. Тогда уже вовсю там шла война, но, несмотря на это, группа наших прихожан собралась и, невзирая на опасности, поехала в этот монастырь. Люди даже написали завещание на своих близких, потому что смерть от рук албанских боевиков была весьма реальна. На пограничном контроле российских паломников встретил полковник Вооруженных сил Италии. Вместе со своими солдатами он отвез их на бронетранспортере и колесном танке прямо к стенам монастыря. Они, конечно, обнаружили самую такую ужасную картину, что монастырь огорожен забором с колючей проволокой, на котором написано, кто залезет, того убьют. Вот албанские боевики обстреливали монастырь и итальянские блокпосты из винтовок. Монахам предлагали уйти, но они говорили, без нас вы и охранять ничего не будете. Вот, ну, ваше командование просто вас уведет и все. И, видя такую силу монахов, многие молодые ребята, итальянцы, крестились. Когда молодых итальянских ребят спрашивали, почему вы хотите креститься здесь, в православном монастыре, они отвечали, что именно здесь мы почувствовали силу и мощь христианской веры. При храме великомученика Никиты, где теперь доступна для поклонения левая рука его святых мощей, регулярно проходят военно-патриотические молодежные сборы. Вообще тут очень много всяких мероприятий классных. Мы научились стрелять, тут разные тактические, в принципе, интересные занятия, которые, ну, все, мне кажется, хотели бы когда-либо этим заниматься. Вот, это очень классно. Скажите, а каким качеством должен, по-вашему, обладать православный воин? Ну, я думаю, это главная ответственность и любовь к родине, конечно же, патриотизм. То, чтобы человек, когда идет на войну, он должен понимать, зачем он это делает, то есть, что он защищает, там, как бы, семью, это чаще всего, мне кажется, вот. Ну, я бы хотела вообще всю жизнь служить родине. Там, если что-то случится, я всегда буду на готове. Доблестный воин Никита Готовский выдержал все свои мучения, и, в конце концов, обессиленные мучители бросили его в костер. Вот на иконе святого мы видим, как Господь рядом стоит. И Господь распростер над ним такое белое, чистое одеяние. В нашем храме, здесь, в Соконниках, есть алтарь в честь святого великомучика Никиты Готовского. В этом маленьком храме мы крестим и детей, и воинов. В православной церкви есть люди, не принадлежащие к лику святых, но оказавшие огромное влияние как на историю церкви, так и на самих христиан. Таким человеком является яркий проповедник и миссионер, отец Даниил Сысоев. Прошло 14 лет со дня его смерти, а дело его, которым он горел, продолжает жить. Об этом удивительном священнике репортаж Джемы Мнатян. Самая лучшая смерть для христианин какая? Мученическая, конечно, да? Зла Христа Спасителя. В древней церкви никогда соболезнования не посылали, знаете, когда узнали, что где-то кончина, где-то убили. Все поздравления посылали. У них появились защитники на небесах. Где эти? Мученик тот, кто своей смертью засвидетельствовал, что Христос победил смертью. Как могло случиться, чтобы в обычном спальном районе Москвы был расстрелян священнослужитель Русской Православной Церкви? Задавая этот вопрос, нескончаемый поток людей идет проститься с отцом Даниилом Сысоевым. В ночь на 20 ноября 2009 года неизвестный ворвался в храм апостола Фомы на Кантемировской. Яростно выкрикивая с неразборчивым акцентом имя настоятеля, он ранил человека на входе. Отец Даниил тотчас вышел из алтаря навстречу своей смерти. Убийца скрылся. Но уже известно, основной мотив преступления – религиозная вражда. В 2004 году здесь, еще на пустующей земле, стоял лишь крест и небольшая часовенка, возле которой отец Даниил Сысоев, выдающийся богослов 21 века, начал свое пастырское служение. Он собирал верующих окрестных домов на молитву и евангельские беседы до последнего часа жизни. Его дерзновенная проповедь о Христе стремительно объединяла людей. За два года совместными усилиями приход воздвиг храм во имя апостола Фомы, по сей день единственный в столице, когда-то и во всей России. За временной фанерной стеной преподавался закон Божий и основы миссионерской деятельности. Ежегодно в ночь трагической кончины отца Даниила люди приходят сюда, чтобы молитвенно почтить в память первого настоятеля храма. «Поток людей, которые приходят в этот храм, не только приходят в храм, но читают его книги, его труды, они питаются теми мыслями, словами, которые оставил нам отец Даниила. И нам охотство права говорит, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончины жизни их, подражайте вере их». Вот спрашивается нам людям в 23-м году и в 21-м веке, что близко и что должно быть из его наследия. Это любовь к священному писанию. Не о хлебе единым же будет человек, но о всяком уголе исходящем из узбожих. Это его завет, это его завещание, это его кредо, это его жизнь, это его стержень. Вот в этом и надо нам ему продолжать. Цена свободы – вечная бдительность. Мы должны стоять на чеку, потому что враг атакует. И враг атакует нас через идеи. Самая лучшая уловка дьявола какая? Сделать христианство и… Причем не важно, что и. Понимаете? Христианство и политика, христианство и либеральные ценности, и патриотизм, и национализм, и что угодно, понимаете? Главное – ввести заповедь не Божий, сделать ее частью условия спасения, хотя Бог ей этого не давал. Ясно? А потом сделать эту часть самой важной, а потом отбросить остальную. Не так страшно внешнее насилие, как страшно насилие ложных мыслей. Ставшего уже известным христианским публицистом, отца Даниила призвали к миссионерской деятельности среди иноверных. Он успел посетить Македонию, Киргизию, Патарстан, участвовал в двух открытых диспутах с мусульманами. Отец Даниил не хотел спорить. Он хотел, чтобы все восхищались вместе с ним красотой евангельского учения. Объяснял, что только христианство провозглашает родство людей не по крови или гражданству, и не по языкам, как язычники, а родство в духе святом. Не допускал гордой национализации религии. Проповеди его, они, конечно, особенные совершенно. Они неровные, они, может быть, даже и немножко не то, что наивные, но он очень торопился. И подчас было не очень понятно, что он говорит. И я немножко стеснялась. Я думаю, зачем он так вот? Зачем он как вот дитя? Я возмущалась, говорю, Данил, ну что ж ты так перед ним открываешься? Тут прям вот такое ощущение, что вот тут душу открывает. Тебя же бьют. Он говорит, ну что, что поделаешь? Он в нем такая детскость невероятная всегда была. Новый завет до сих пор новый. Новый завет до сих пор нечто необычное, нечто завораживающее, нечто возмущающее, нечто восхищающее. Человек не может спокойно пройти в нема животворящих слов Христа. Поэтому мы должны говорить Слово Божие и вовремя, и не вовремя. Не подстраивайтесь под мир сей. Незачем, совершенно незачем. Не стоит проливаться под энергию. Как в этой песне, да? Пусть лучше он прогнется под нас. Он прогнется под нас. Он как-то ногу сломал. И надо было служить литергию. Так он прям со сломанной ногой служил. И потом мы созванивались. И я спросил, ну как со сломанной ногой? Лучше служиться? Он говорит, лучше. Я спрашиваю, а почему? И он тогда сказал, сказано же, носите чувствование Христова. Со сломанной ногой понимаешь, что такое распятие. А иначе, наверное, не могло быть. Иначе Бог бы не вселял... Он не вселился бы в прагматикой. Не вселяется Бог, да? Не вселяется Бог в администратора. Хотя бы в какой-то степени, конечно, задействовать. Без сомнений. А вселяется того, кто готов вот выйти. На все ради Него. Ну, он так и сделал. Он и вышел на все ради Него. Ради Бога. Со времен диспутов и миссионерских поездок отцу Даниилу поступило 18 угроз физической расправы. Убийца, гражданин Киргизии, бегсултан Карыбеков был ликвидирован в Махачкале. До сих пор достоверно неизвестно, какая группировка или идеология инициировала это преступление. Но христианин не ищет справедливости на земле, зная единственное имя врага человеческого. Вот уже 14 лет прошло с тех пор, как батюшка от нас убежал на небо. Но мы не чувствуем... Да, конечно, мы сначала скучали, но мы все равно не чувствуем, что он нас покинул вот как-то. Обращаемся к нему молитвенно, и он отвечает, что интересно. И не только весь наш приход, но я думаю, что любой человек, который обратится в молитву к отцу Даниилу, точно получит ответ. По благословению священно-начале, вот мы после смерти отца Даниила собрали... Здесь вот была кровь, мы собрали платы такие. Часть сюда вложили в икону новомучеников-исповедников церкви русской. И частица тоже, когда был выстрел в голову отца Даниила, там кусочек черепа откололся. И тоже мы частицку сюда вложили, как мы почитаем, как такую нашу местную святыню. Пока еще батюшка не прославлен, поэтому это такая наша местная святыня. И еще тоже большая святыня, это, конечно, гипетрахилия отца Даниила, в которой он был, пока общецерковного прославления не было, но в широком смысле святой – это человек, который в Царстве Божьем находится. Вообще все люди, которые в Царстве Божьем, они все святые, да, они имеют возможность молиться у престола Божия, да, молиться за каждого из нас. Поэтому, естественно, что и мы, те люди, которые его знали, и те, кто, может быть, уже пришел к церкви после его смерти, или благодаря его беседам, конечно, чувствуют какое-то заступничество. Вот мы ездим на могилу к отцу Даниила, мы понемножку собираем какие-то свидетельства, помощи батюшке. Новомученики прославляются не тем, что их мучили, и не безгрешностью, но подвигом осознанной жизни во Христе. Отец Даниил Сысоев лично обратил в христианство сотню людей и стал примером для православных миссионеров. По сути, каждый, кто сегодня открыто исповедует Христа, исполняет миссию, притягивает и отталкивает, восхищает и наставляет от лица церкви. Поэтому, по примеру отца Даниила, нам важно знать и любить подлинное Евангелие. А мы продолжаем. В Новопавловске восстанавливают один из самых величественных храмов Северного Кавказа, святых апостолов Петра и Павла. Разрушенный в 37-м, храм сейчас строят всем миром, рассказывают наши коллеги из ГТРК. Изначально храм Петра и Павла был возведен из дерева в центре Павловской крепости. При ее строительстве в 1777 году. В дальнейшем взамен прежнего деревянного воздвигли каменный. Здесь первоначально был деревянный небольшой храм на 500 мест. Первоначально в 11-м, до 11-го года, до начала строительства нового. Но как-то станица росла, к этому времени уже здесь поживало более трех тысяч человек, уже не вмещали в тот храм. Ну и потом было принято решение строить новый храм. Купола храма были видны за много верст, а колокольный звон слышался в Георгиевске. Это 30 километров от Новопавловска. Неудивительно, только высота звонницы достигала 51 метра. Но в 1937 году храм уничтожили. В 1937 году его взорвали. Взорвали, осталось от него только основание, которое было в виде креста. На этом кресте построили кинотеатр «Россия». Но он просуществовал недолго. Около 30 лет всего просуществовал и сгорел. Православные предки назвали Новопавловск честь святого апостола Павла. История неотделима и от православной веры. В храм приносили новорожденных для совершения крещения. Здесь происходило и таинство венчания, и отпевания. Храм – сердце духовной жизни города. Людмила Бондарева – потомственная казачка. С храмом Петра и Павла связана вся ее жизнь. Вся семья, и моя семья, и семья моего мужа Бондарева Василия Павловича выросла и была прихожанами в этого храма. Музыкальная школа была когда-то. Потом отдали под этот маленький храм. Мы сюда приходили и ждали. Ждали мы еще оттуда, давних-давних лет, ждали, когда начнется стройка вот этого храма. И до сих пор ждем. Мы ходим молиться вот в это небольшое здание, но не помещаемся, к сожалению. Все очень хотят молиться за наших ребят, особенно сейчас, которые воюют за нашу Родину. В 1999 году на месте разрушенного храма начали возводить новый на средства прихожан. Как говорится всем миром, были долгие годы перерыва, но в последние месяцы усилиями епархии и администрации округа стройка возобновилась. На сегодняшний день выполнены все самые сложные и дорогостоящие работы по укреплению фундамента, свай, опалубки. И все сегодня и кирпич, и арматура заготовлены для того, чтобы поднимать стены. Благодаря поддержке наших жителей, предпринимателей, сельхозпроизводителей мы не просто воссоздадим собор, который простроили наши прадеды-казаки, основавшие город Новопавловск, а мы воссоздадим душу и сердце Кировского округа. Как строится собор святых Петра и Павла, приехал увидеть и архиепископ Петеворский и Черкесский Феофилак. Владыка поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении святыни, вручив архиерейские грамоты. Лихолетие храм этот снесли, как и многие-многие судьбы изменились, но живой корень всегда дает новые побеги. Однако же живой корень дал и побег и этого замечательного храма. История его воссоздания достаточно долгая. И это станет не только восстановлением исторической справедливости, еще это станет образом обновляемого, молодого, красивого и удивительного города, замечательной истории, замечательным настоящим и Бог даст великолепным будущим. Настоятель собора отец Александр и руководитель строительства Александр Балашов заверили, что еще до наступления холодов закончат возводить стены и до снежного сезона начнут строить крышу. Борис Останкович, Павел Коваленко, Вести Ставропольский край. Прошла четверть часа, так давайте уже услышим строки Святого Евангелия, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрывки из 16 и 17 глав Евангелия от Луки для нас прочтут телеведущий Александр Яковлев и народный артист России Валерий Баринов. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки Деоанна, сего времени царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. В очередной раз мы с вами свидетели того, как Христос обличает фарисеев. И как это часто бывает, это грозное обличение касается не только библейских персонажей, на свой адрес может любой из нас принять те упреки, которые сегодня звучат. Вы, говорит Господь фарисеям, выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Итак, одно дело внешний вид и твои благочестивые глазки, а другое дело твои поступки и даже твои мысли. И больше того, бывает так, что люди одобряют, люди прям радуются и хвалят тебя, но сердце-то ведь порочное. И вот это видит Бог. То, что высоко у людей, то иногда мерзость перед Богом. Вот что дальше говорит Господь? Царство Божие благовествуется, и всякий человек, прилагающий усилия получает его. Или как вот это звучит на церковном славянском, царство Божие нудится. То есть вот прям силой уберется. Это значит не просто так. Духовная жизнь – это духовный подвиг, это духовные труды. Мало, даже теоретически все изучить мало. Нужно именно приложить усилия и свою собственную волю, чтобы, например, выдержать пост, чтобы, например, пойти в храм и выстоять всю службу. Чтобы, например, сломать свою гордыню, как-то вот туда ее смириться и сказать честно, да, Господи, грешен, да, Господи, не могу, нужна Твоя помощь, и без Тебя не могу ничего. Ну и еще одно поучение сегодня звучит. Если брат твой согрешил перед Тобой, прости его. О, как легко это сказать. Да, я всех прощаю. Но как трудно сделать хотя бы один раз в отношении конкретно одного человека. А Господь говорит, даже если он много раз согрешит против Тебя и семь раз в день обратится к Тебя, скажет, прости, я каюсь, ты прости ему. Не гордись, а прости ему. Потому что как мы научимся прощать и прощаем, так же и Бог наш на небесах простит нас, как это сказано в молитве, и оставим нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. Спасибо, Азиз Василий, за это важное напоминание. Вот не зря же говорят, что только Господь один знает, насколько каждый из нас к Нему близок. Поэтому никогда не делайте выводы, друзья, вы можете ошибиться и по-крупному. А мы идем далее. И сейчас прерываемся на короткую паузу. А вот что произошло в этот день в истории церкви России и мира. В 1825 году умер российский император Александр I. Согласно официальным данным, Александр Романов скоропостижно скончался в Таганроге. Но вскоре появилась легенда, что он распространил ложное сообщение о своей смерти, а на самом деле жил в Сибири отшельником под именем Федора Кузьмича. В 1879 году на императора Александра II совершили неудачное покушение. 1 декабря в 11-м часу вечера на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Но террористы просчитались. Они пытались уничтожить второй из официальных царских поездов, а император тем временем благополучно проехал первым поездом. В 1896 году родился Георгий Константинович Жуков, советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза. В послевоенные годы Жукова в народе называли маршал победы. В зарубежной историографии некоторые специалисты называют его одним из наиболее выдающихся полководцев Второй мировой войны. В 1919 году в Киеве перестал действовать Священный Синод Юга России. С уходом Деникинцев из Киева митрополит Антоний Храповицкий был вынужден оставить свой кафедральный город, занятый большевиками. Большевики, заигрывая с националистами, постановили передать Софийский собор председателю церковной рады. Все храмы, отобранные белыми частями у автокефалистов, были им возвращены. Однако раскольники не встретили поддержки ни у одного епископа. Давайте, батюшка, как раз о Жукове и поговорим. Да, это стоит того, потому что уже не раз я слышал вопрос, а был ли Жуков верующим человеком? Давай посмотрим внимательно, что говорят современники и даже родственники об этом. Как Суворов, великий наш генералиссумус, так и Георгий Жуков оба понимали, что вот у Бога в руках победа, что никаких человеческих усилий иногда не хватит, и только Господь Бог дарует победу или поражение. Известный факт, что Жуков тайно возил за собой икону Казанскую, икону Божией Матери. Об этом свидетельствуют современники, что каждый раз, перед каждым боем, он говорил своим офицерам с Богом. Это о чем-то говорит. А еще такой факт. Жуков однажды подарил колокола для одного храма на территории Украины. И вот еще факт. После окончания Великой Отечественной войны Георгий Жуков возглавил русскую военную администрацию в Германии. И вот по его приказу восстановили храм в Лейпциге. Храм этот уже старинный, очень важный. Это свидетельство славы русского воинства, построено в 1913 году. Но во время обстрела он пострадал, и Жуков приказал восстановить этот русский храм. Свято-Алексеевский храм, друзья, это памятник русской военной славы. И вот что пишет дочь Жукова, Мария Георгиевна. Он верил, по ее утверждению, что существует связь между небом и землей, между живыми и усопшими. Причем такая неразрывная связь. Вот что он однажды своей дочери сказал. Я скоро, говорит Жуков, умру, но с того света буду наблюдать за тобой и в трудную минуту приду. Ну и, наконец, воспоминания нашего духовника Троица Сергия Лавры, архимандрита Кирилла Павлова. Вот что пишет батюшка, а батюшка войну прошел. Душа его христианская. Печать избраничества Божия на нем чувствуется во всей его жизни. Прежде всего, он был крещен в церкви. Он закончил воскресную школу при храме, где закон Божий преподавался. Он посещал службы в храме Христа Спасителя и наслаждался великолепным пением церковного хора. Он получил воспитание в детстве от своих верующих, родителей. Все это не могло не оставить вслед в его душе. И это видно по плодам его жизни и по поведению. Его порядочность, его человечественность, его общительность, трезвость в рассуждениях, чистота жизни. Возвысили его, и промысл Божий избрал его быть Спасителем России в тяжелую годину испытаний. Спасибо, отец Василий. А мы идем далее. А сейчас давайте посмотрим сюжет, который специально для вас подготовили наши коллеги. 14 студентов, 17 икон и 10 дней практики. Так выглядит 12-я летняя школа реставрации. Во время учебного процесса ребятам не всегда удается использовать теоретические знания на практике. Поэтому участие в реставрации для них – отличный шанс проявить себя. Самым сложным здесь пока что было так убрать поверхностные загрязнения, чтобы при этом случайно не стереть краску, потому что она тут довольно плохо лежит и легко уходит вместе с загрязнениями. Особенно на плечах. Аккуратно и тщательно работают руки начинающих реставраторов. Из Московского колледжа 26-й кадр и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Они занимаются консервацией икон из фондов епархиальных мастерских, находящихся в городе Арзамасе Нижегородской области. Все последние школы у нас проходили в храмы. Они были именно уже выездные, мы работали на местах. То есть это у нас был Румянцевский храм и храм Новых Ключищевых. В этот раз мы вернулись с истоков. У нас, в принципе, вообще нижегородские, скажем так, наши школы. Изначально базировались именно на мастерских. В работе реставраторов множество различных тонкостей. Среди необычных памятников 12-й школы реставрации был образ Спасителя на холсте. Нужно было восстановить целостность холста, устранить прорывы и укрепить красочный слой. Участницы выездной школы также занимались восстановлением полихромных скульптур Святой Равноапостольной Марии Магдалины и Спасителя. Из-за большой степени утрат грунта и красочного слоя пришлось вырабатывать сложную методику их укрепления. Отвалившиеся чешуйки, краски и грунты девушки рассортировали по цвету и местоположению. Здесь в реставрации у нас икона Казанской Божьей Матери. Поступила она в работу в крайне аварийном состоянии. Она буквально состоит из мозаики. Здесь вы можете видеть как раз ее составные части. Здесь то, что нам удалось укрепить и уложить. На данный момент первая степенная задача – это укрепление, чтобы она просто не рассыпалась дальше. По данной иконе грунт гипсовый. Соответственно, от любого более сильного увлажнения, чем того требуется, он начинает размываться. А из-за многочисленных записей красочный слой очень-очень твердый. Соответственно, чтобы у нас мог пластифицироваться красочный слой, приходилось очень долго и равномерно его увлажнять, при этом не размывая грунт. С участниками выездной школы реставраторов встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Студентам вручили сертификаты об участии в реставрационных работах и благодарственные письма. Выездная школа реставрации по темперной живописи в Нижегородской области – это научно-образовательный проект, реализуемый Общероссийской общественной организацией союзов реставраторов в России совместно с Нижегородской епархией. По пятницам мы с вами говорим об утраченных святынях столицы, память о которых сохраняется до сих пор. Сегодня Яна Истомина расскажет нам об удивительной святыне Замоскворечье – храме великомученика Никиты в Старых Толмачах. В 1926 году, в канун десятилетия Октябрьской революции, на Большой Ордынке состоялась закладка здания в стиле конструктивизма, ставшего первой автоматической телефонной станцией. Узел связи обслуживался всего четырьмя специалистами и отправил в прошлое многочисленных баршень-телефонисток. Сейчас здесь располагаются офисы крупного оператора связи. Но какое отношение это здание имеет к разрушенным храмам Замоскворечье? Железо, бетон и стекло. Если переводить этот стиль конструктивизма на современный язык, то это своего рода лофт 20-х годов. А вот пристройку, возведенную уже в 90-х, можно назвать путеводителем по утраченным храмам Замоскворечье. Примыкающее КТС здание с трех сторон украшено мозаичными медальонами с изображениями 12 снесенных в советское время церквей Замоскворечье. По четыре с каждой стороны. Благодаря их автору, заслуженному художнику-монументалисту Михаилу Дубцову, мы узнаем об утраченных архитектурных шедеврах. Храм великомученика Никиты в Старых Толмачах один из них. На углу Новокузнецкой улицы и Старого Толмачевского переулка, где сейчас вот это конструктивистское здание, до 1935 года возвышалась величественная церковь великомученика Никиты, что в Старых Толмачах или Татарской Слободе. Это было совершенно необыкновенное творение знаменитого московского зодчего Михаила Быковского. Постройки 1863 года. И по размерам этот храм немногим уступал храму Христа Спасителя. В Замоскворечье испокон веков селился торговый люд, создавая свои ремесленные слободы. Каменная церковь Сретения Господня с пределом Никиты Мученика была здесь с 1693 года. После нашествия Наполеона храм сильно пострадал, а в 1858 году его разобрали и отстроили заново. Он был трехпрестольный и имел еще один предел в честь иконы Божьей Матери Утали Моя Печали. Однако назывался по особо почитаемому династии Романовых святому, великомученику Никите, в честь которого был назван еще и монастырь возле Кремля. Теперь улица Никитская напоминает нам об этом. Замоскворечье, где мы с вами сейчас находимся, это в основном купеческие особняки, если представить себе середину XIX века и даже начало XX века, потому что Замоскворечье все-таки сохранило свою структуру, свою атмосферу невысокой застройки. Поэтому храм очень сильно выделялся, он был такой доминантный, он был очень высокий. В разное время в Замоскворечье существовали слободы стрельцов, овчинников, кожевников, кузнецов. Были и татарские слободы. Отсюда нынешние названия – Новокузнецкая, татарский переулок, а также созвездия Толмачевских переулков. А толмачами раньше называли переводчиков. А здесь рядом татарская слобода. То есть, возможно, переводчики жили прямо рядом с татарской слободой, чтобы осуществлять коммуникацию между русскими и татарами. Ночью здесь не было возможности встретить человека. То есть, если ты гуляешь ночью по Замоскворечье, все дома закрыты, потому что у купцов своя усадьба, свой приусадебный участок. То есть, жизнь идет на участке, а не на улице. И ночью Замоскворечье становилось абсолютно пустым районом. Почему именно такой большой был построен храм? Ведь каждая слобода строила свой маленький храм. Кто были прихожане? Ну, прихожане были, во-первых, купцы. Надо сказать, что Замоскворечье у нас действительно известно как такой богатый купеческий район. И здесь еще рядышком находилась татарская слобода, у которых была мечеть. Я думаю, что как-то вот, чтобы построить так в противоречии, может быть, очень красивый храм. Соразмерной мечети, да? Соразмерной мечети, да. Я думаю, что как раз, может быть, пригласили Быковского, да, или, допустим, того же Каминского, который был в то время тоже очень авторитетным архитектором, чтобы создать такую доминанту для тех, кто проживал здесь. До сих пор непонятно, кто же на самом деле был автором проекта этого архитектурного шедевра. Исследователи называют Степанова, Каминского и, конечно, Быковского. Сочетание высокого готического купола с родни уникальному своду собора Санта-Мария-дель-Фьоро во Флоренции и древнерусских элементов строения приводит научное сообщество в замешательство. Но если смотреть на другие постройки Быковского, то есть такие сходства. Допустим, колокольня Страстного монастыря очень похожа на колокольню, которая была у этого храма. И чем-то напоминает по архитектуре Ивановский монастырь. Потому что Быковский, он любил делать отсылки к такой западной архитектуре. У него многие храмы выглядят очень по-европейски. А если в них заходишь, если ты зайдешь, например, в Ивановский монастырь, ты ощущаешь себя там не как в старинных московских храмах, а скорее как в храмах Петербурга. То есть в таких огромных, роскошных. Поэтому, скорее всего, это был Быковский. Даже у нас во время съемок завязалась дискуссия по поводу авторства. Пятиглавие, келевидная форма наличников над окнами, сдвоенные колонки – все эти характерные черты древнерусского зодчества сбивают с толку. Он не свойственен был для архитектора Быковского. Дело в том, что Быковский увлекался итальянской архитектурой. Здесь совершенно другой храм, не свойственный его стилю. Дело в том, что этот храм был построен в русском стиле, очень богатый. И этот храм был не похож ни на один храм в Москве. Он был действительно великолепен. И стиль очень сложно определить. Возможно, это русско-византийский. Возможно, это эклектика, переплетение стилей. Возможно, не оготика. До сих пор не понять, но Быковский был гениальным архитектором, поэтому его задумку узнать очень сложно. И вот этот вот купол, он скорее византийский, да, получается? Скорее византийский. Высокий. Причем вот именно как раз-таки византийский, но с отсылками к какой-то готике. И вот у Быковского это часто проявляется в архитектуре многих храмов. Они как бы стремятся ввысь по своей архитектуре. Вот такие готические настроения вверх. Это очень красивое сооружение. Жалко, что многие из его храмов были утрачены. В 1935 году храм Никиты Мученика в Старых Толмачах снесли в связи с глобальной перестройкой за Москворечье. Новую атеистическую власть не устраивала обилие церквей в этом районе. На месте святыни построили жилой дом для работников милиции, который ни в те времена, ни сейчас никак не украшает это место. Яна Истомина, Дмитрий Борисов, Владимир Родченков, Борис Сафронов. Телеканал «Спас». 15 минут до конца часа. И как всегда в это время, друзья, мы читаем строки апостола, которые читаются сегодня в православных храмах всего мира. Отрывок из первого послания к Тимофею читает для нас телеведущий Александр Яковлев. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвой. Внушайся, братья, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение малополезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Мы продолжаем разбор первого послания апостола Павла к Тимофею. Мы подошли к четвертой главе. Эта глава, конечно, хорошо знакома и любима каждому священнику, потому что именно там мы читаем слова, которые написаны на кресте из внутренней стороны у батюшек. Образ будет, то есть пример будет верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Это 12 стих нашей главы. Но вот дальше начинается зачало, которое мы сегодня слышим. И наше внимание останавливается на такой фразе. «Негодных же бабьих басен отвращайся». Вот, святой апостол довольно жестко прошелся по ереси, по апокрифу, по различным вольнодумствам в сфере богословия. «Бабьи басни не больше и не меньше. Отвращайся», говорит он апостолу и каждому из нас. Но наоборот, «ты упражняй себя в благочестии». И дальше интересная мысль. Святой апостол Павел говорит о спортсменах. Он говорит о телесных упражнениях. Вот мы сегодня здесь покажем изображение спортсмена, который старается. И мы все хорошо знаем, каких трудов стоит достичь успехов в профессиональном спорте. Ежедневная дисциплина, напряжение не только воли, но и всего тела, и чувств всех. Все покорить этой цели, чтобы однажды оказаться на пьедестале. Так вот, по сравнению с духовной жизнью, все это малополезно. Святой апостол не говорит, что это бесполезно. Нет, есть много нравственных уроков, которые мы извлечь можем из спортсмена, из его образа жизни. И действительно так и должно быть. Мы уже много раз говорили в нашей студии. Спортсмен – это еще тот пример для каждого христианина. Но это малополезно, потому что есть еще большая, еще важнейшая цель. Это только образ того, как надо достигать ту цель. Цель – благочестивая жизнь. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Вот еще. Как спортсмен, так и духовный человек не может просто чуть-чуть потренироваться, а потом какое-то время расслабиться, и потом опять схватиться. Нет, здесь должна быть регулярность и в спортсмене, и у духовного человека. Занимайся с ним постоянно, говорит сегодня апостол Павел. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Спасибо, отец Василия. Мы идем далее. Друзья, у нас рубрика «Утренняя почта». Время, когда мы с Сашей отвечаем на ваши вопросы в нашей редакции. Уже пришли несколько писем, и сегодня мы читаем их и отвечаем на вопросы. И первое у нас письмо сегодня от Евгения. Очень много всплывает информации о том, что Христос был в отношениях с Марией Магдалиной, пишет он, якобы у них даже были дети. Доказательство приводит тот факт, что он явился ей первой после своего воскресения. Чему верить? Что скажете, батюшка? Верить Евангелию, во-первых. Во-вторых, ну, нужно почитать немножко по истории церкви, и выяснится, что эта басня не нова. И еще в первом веке существовали так называемые гностики. От греческого слова «гносис» – знания. Они утверждали, что обладают каким-то секретным знанием, которое потом они передают. Вы знаете, это всегда было удел довольно узкого круга. Вот эти все рассказы хульные и кощунственные друг с другом передавали. Но в 20 веке – это совсем другой размер этой истории. Кинематограф, литература восприняли это как какой-то плод для фантазии. И вышла даже известная книжка, и фильм такой вышел про то, как раз про этот «гносис». И миллионы людей посмотрели это. Вот поэтому, как вы там пишете, Евгений, очень много всплывает информации, действительно очень много информации, вот этой лживой. Но читатель заинтересовался, и значит, надо писать, надо рисовать. Что бы это значило? Знаете, Мария Магдалина действительно равноапостольная, великая, святая. Действительно, Христос явился ей, потому что она святая, угодница Божья. Но при этом надо помнить, что сам Господь никогда, никогда не вступал в брак, или не осталось детей. И это вовсе не значит, что Христос против брака, или против детей. Но Он был назарей. Это такой обет безбрачия, как в нашей сегодняшней монахе. Тоже дают обет безбрачия. Вот так и тогда назареи были. Вот Христос и Иоанн Предтеча, и многие другие святые угодники Божьи приняли этот обет, и всю жизнь были верны Ему. Тут больше ничего не добавишь. Ну а второе письмо у нас от Тамары сегодня. Были ли случаи, когда Христос являлся человеку при жизни? В житиях святых сказано, что им являлась Богородица. Но не видела, чтобы это было сказано о Христе. Что на это скажете, батюшка? Сейчас скажу. Хочешь чаю? Конечно, хочу. Тамара, действительно, Матерь Божья являлась преподобному Сергию Раденшскому, преподобному Серафиму Саровскому и многим другим. Но и Господь Христос являлся. Но почему же все-таки это всегда тема осторожная? Если про Богородицу говорят, и мы ни о чем не удивляемся, то почему мы всегда насторожны, если говорится про явление Христа? Ну потому что именно в виде Ангела Света, в виде Христа, часто является бес. Для того является, чтобы обольстить человека. Но все-таки это не исключает вот этих случаев. Мы знаем в житиях святых, как старцем являлись разные святые, даже Господь Христос. И каждый раз, когда Христос является, это такой урок. Господь всегда дает наставление. Например, святому Сесою. Вот как это было видение? Во-первых, Сесой – это глубоко смиренный человек. Он, конечно же, не будет гордиться вот этим явлением. Напротив, он первое, что подумал – за что, почему вот я такой грешный, сподобился в видении Господа Христа? Вот с таким вот сердцем можно надеяться, что Христос явится. Но вообще-то говоря, давайте не забывать, что Христос является каждому человеку в таинствах святого причастия. Не просто является визуально, мы касаемся его, и не просто вот дотронулся, мы внутрь принимаем Христа, который вчера и сегодня, и завтра тот же самый. Так что, друзья дорогие, каждый причастник святых христовых тайн уже видел Христа, уже видел Отца, и об этом нужно помнить. Спасибо, батюшка, за ответ, и мы продолжим отвечать на ваши вопросы сразу после короткой паузы. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И следующее письмо у нас от Ивана. Сын уходит в армию, пишет он, хочу дать ему свой крест. Можно ли так делать? Батюшка, расскажите, вот у каждого христианина при крещении и так дается крестик. Нужен ли человеку второй крестик для большего оберега и защиты Господа? Второй не нужен. Нет, нет, это неправильно. И оберег тоже неправильно. У крещения уже дали крестик, и вот его носим. Причем сам крест – это символ. Символ того креста, который Господь Христос дал нам всем. Потом, ну бывает в жизни так, что потерял крестик, так мы сразу нательный крестик другой одеваем. Да, или там он поломался, его надо отдать в храм там, или беречь у себя там на полочке. У нас мама тоже сложила уже несколько крестиков там у нас на полочке. Но это все так. Жизнь, жизнь всякая бывает. Но есть одно правило. Из дома не выходишь без крестика. Даже в садик, там, в школу не выходишь. Тем более на поле брания, когда он идет, там, оружие брать в руки, там, обязательно нужно. Ведь это же символ победы. Символ победы над своим страхом, победы над врагом, символ победы над смертью, Христос Воскресе. Поэтому должен быть крест. А вот свой это или не свой, это уже вообще не важно. Чей на нем крест? На нем крест Христов. И один, конечно, не надо там обвешиваться множеством крестов. Один, но только с верой во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. А мне кажется, что вашему сыну больше всего понадобится сейчас ваша искренняя отцовская молитва. И это будет гораздо надежнее, чем если вы его, да, просто обвешаете крестиками. Правда? Один крест и с верою. И не надо свой давать. У него должен быть свой крест. Если хотите, подарите ему, ладно, этот ваш крест. Но только не надо, чтобы было два. Один, хватит. Спасибо, батюшка, за ваш ответ. И спасибо вам, дорогие, за ваши вопросы. Сейчас идет раскрытие от поздних записей, загрязнений. Каждый слой записи – это некая историческая грань общества, менталитета, каких-то отчасти даже вкусовых предвзятых мнений. Мы это фиксируем, мы это стараемся сохранить. Но, конечно, для нас очень важно раскрыть всю же живопись, какую ее пытался сделать автор. Александр Гарматюк – один из самых знаменитых реставраторов нашего времени. Больше десяти лет жизни он посвятил спасению и сохранению уникального памятника древнерусского искусства начала XII века Боголюбской иконы Божьей Матери. Икону Боголюбскую я, конечно, впервые увидел в рабочей обстановке. Но вообще такое впечатление, что отношения выстраивались довольно-таки авторитарные. То есть, по сути дела, что икона требовала, то мы и выполняли, и отчасти, и по большей части я выполнял. Я не знал, что с этой иконой придется просто жить несколько лет. Александр Гарматюк считает, что именно благодаря этому погружению смог увидеть удивительную взаимосвязь времен. Ведь работа по восстановлению боголюбского образа началась более века назад. Еще в 1918 году было установлено, что икона находится в плачевном состоянии. Сто лет спасения – беспрецедентный случай в истории мирового искусства. Чем же этот лик столь важен? Это первая написанная на Руси икона, первая русская икона, и она как бы благословляла всю историю, можно сказать, русского народа. Появление боголюбской иконы связано с событиями начала XII века. Тогда князь Андрей Боголюбский задумал основать новую столицу на северо-востоке Руси. Эта земля должна была стать местом, над которым простирает свой покров Божья Матерь. Боголюбово – это особое место, можно сказать, что это как бы особое дело Божьей Матери. У нас все храмы посвящены Богородице. Князь Андрей построил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, затем был выстроен здесь Благовещенский храм, на колоконе у нас храм Успения Божьей Матери. Идею покровительства Божьей Матери над Русью он реализовал в архитектурном пространстве города. Оттуда идет особое почитание и отношение к Богородице как особой защитнице и русских людей, и русской земли. Совсем недавно произошло радостное событие для христиан ханты Мантийской епархии. Ниже Вартовскому храму на вечное хранение передали мощи Александра Невского. Теперь у города есть святой покровитель, и помолиться перед святыней может любой желающий. Репортаж наших коллег из Сибири. Смотрим. Святыню, которую более 750 лет доставили в Нижневартовск. Событие очень значимое для православных не только Нижневартовска, а всей Югры. Литургию, посвященную обретению храмом Александра Невского, частицей мощей святого, совершил митрополит Ханты Мансийский Сургутский Павел. Небольшой храм не смог вместить всех желающих присутствовать на литургии. Для тех, кому не хватило места, организовали прямую трансляцию события – в часовне на церковном подворье. Впрочем, теперь приложиться к святыне можно в любое время – в часы работы храма. Это действительно великая милость Божия. Господь так устроил, что и храм построился, и сам благоверный князь пришел сегодня своими мощами здесь, на это святое место. Нижневартовский храм Александра Невского последним получил частицу благоверного князя. После передачи в Югру Ковчега раку с мощами святого опечатал патриарх Кирилл. Без святейшего уже никто туда не может руку приложить и получить эти мощи. А вот так Господь устроил, что мы успели до этого момента их обрести. Святой князь Александр Невский считается покровителем воинства. В православии его в первую очередь почитают как защитника веры. К нему обращаются при нападениях врагов, гонениях, в том числе за веру, при начале любого важного дела, об укреплении или обретении веры в Бога. А также в любых житейских неурядицах, скорбях, болезнях. Михаил Святышев, Сергей Зайкин. Телерадиокомпания «Югра». Нижневартовск. Святитель Иоанн Златоуст говорил, «Подавай сидящему на земле, ты подаешь сидящему на небе. Каждое утро можно начинать с доброго дела». Многих людей пугает слово «хоспис», особенно детский. Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых вот уже почти 20 лет доказывает, что такой взгляд неправильный. Благодаря помощи специалистов и самоотверженности всех родителей, ребята в нем становятся совершеннолетними и переходят во взрослую систему. Однако пациенты и их родные часто боятся этого перехода. Поэтому в конце 2022 года благотворительный фонд «Бумажная птица», созданный по инициативе Санкт-Петербургской епархии, открыл хоспис для молодых взрослых. Взросление, обретение независимости, поиск и принятие себя. Проживая все это, подросток нуждается в безопасной и бережной к нему среде. Ему необходимы круг общения по возрасту, специально обученные психологи и педагоги, возможность не отрываться резко от родительской опеки. В новом хосписе ребята после 18 лет могут оставаться в среде сверстников, заниматься творчеством, развиваться, получать образование. Но главное – это возможность жить насыщенно, несмотря на тяжелые заболевания. Чтобы помочь детскому и взрослому хоспису «Бумажная птица», отправьте сообщение на номер 3434 со словом «Шуравлик» и укажите любую сумму пожертвования. Например, «Шуравлик» пробел 100. Защитница земель русских, как Донская икона Божией Матери, неоднократно спасала нашу страну. Расскажем в следующем сюжете. Мы с вами находимся на территории мужского старопегиального Донского монастыря, посвященного чтимому образу Божией Матери, именуемому Донской. В конце 16-го столетия она была принесена на это место в полотняную церковь преподобного Сергея Радонежского, перед которой часами молился царь Федор Иоаннович, чтобы Пресвятая Богородица помогла одолеть крымского хана Козыгирея. Здесь стоял стан русских войск, в нем находилась икона, и благодаря этой иконе была одержана победа. Монастырь построили прямо на месте стоянки военного лагеря. После победы икону вернули в Кремль, а для Донского монастыря написали список, который с тех пор не покидал обитель. Сейчас мы направляемся к Малому собору во имя иконы Божией Матери Донская. Это первое каменное здание на территории Донского монастыря. И он такой вот весь белый, легкий, воздушный, стоит на этом месте уже из малого 400 с лишним лет. Сюда была перейти на чтимая икона Божией Матери Донская. За свои 700 лет истории Донская икона получила статус непобедимой воеводы. Через этот образ Богоматери молились во время нашествия крымских татар в 17 веке. С обращения к ней начались победоносные крымские походы под командованием Голицына. Прославилась Донская и при взятии Азова и Нарвы. Невероятное место. Невозможно в полной мере как-то оценить или передать те чувства, которые я ощущаю, находясь здесь. Мурашки по телу идут. Насколько здесь пропитано все историей, духом сверхъестественности, вот такой благодати. Не верится до сих пор. Я иду по этой святой земле, попал сюда, чтобы преклонить колени перед ликом Богородицы Донской, заступницы Донского казачества и святыни нашего Дона. Батюшка, благословите. Благословите. Особое почитание казаками Донской иконы сохранилось на протяжении столетий. В 2015 году оно ознаменовалось важным событием. Впервые из древней иконы Донской был изготовлен точный список для Ростова-на-Дону. Евгений оказался первым, кто принял лик на Кубанской земле. Это было как раз после чудесного сна с Богородицей. По невероятной милости Божией меня напросят встретить эту икону. Я первый казак на Дону, который встретил на Донской земле, взял в руки икону с поезда на Дону и Донской Божьей Матери. Совпадение? Может быть, может и нет. Пришел поезд, везли эту икону в поезде в отдельном вагоне. Мне было страшно, потому что шел дождь, икона большая, и я боялся, чтобы у меня руки мокрые, чтобы мне не соскользнуло и не уронить икону. И единственное, на тот момент, вроде, думал, вот, надо как-то вот с радостью Бога вдохновенно. А единственное, о чем я молился, Господи, хотя бы не уронить, Господи, хотя бы не уронить. После молебна в Ростове-на-Дону, на соборной площади перед Кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы, к иконе подошло поклониться почти семь тысяч человек. А жизнь Евгения с тех пор кардинально изменилась. Он не только ушел с прежней работы, но и отучился в семинарии, после чего был рукоположен в одиаконы. Все вместе это помогло переоценить свой путь. Служба прежняя, она давала отпечаток на сердце, я, наверное, был озлобленным человеком, и мои родственники знали меня таким вот, как-то относились к определенной опаской ко мне, может быть. Вот это явление, как толчок, оно полностью изменило мою жизнь. Дело в том, что мои родственники, которые меня давно не видели, заявили, что, Женя, ты изменился полностью, ты прям стал другим человеком. И вот сегодня, сейчас я попаду в это замечательное место. Спасибо тебе, Пресвятая Богородица, слава тебе, Господи. Ну, будем надеяться, все у нас получится. Аминь. Прошла четверть часа, а значит, настало время поговорить о святых и праздниках сегодняшнего дня. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память мученика Платона Анкирского. О его жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. Анкара. Столица Турецкой Республики. Второй по величине город страны. Именно здесь, при императоре Диалектиане, проходили жесточайшие гонения на христиан. Множество праведников погибло в этом городе. Только назывался он тогда Анкира и входил в состав Римской империи. Платон родился в конце III века в Анкире, в христианской семье. Он был прекрасно образован и, несомненно, обладал ораторским талантом. Святой рано покинул дом и отправился по разным городам проповедовать Слово Божие. Его слушатели поражались ученостью и искренней верой юноши. К Христу он привел и своего брата, врача Антиоха. Множество людей Платон обратил в истинную веру. По приказу правителя-язычника Агриппина, молодого проповедника схватили и привели в храм Зевса. Агриппин оценил талант святого и попытался склонить его на свою сторону, принести жертву идолам. Он обещал Платону деньги, почет и даже дочь в жены. Святой оставался непреклонен. Мученика повели в темницу. На это пришло посмотреть множество людей. В их числе были и новообращенные. Платон обратился к ним со словами утешения. Он убеждал их, что все земные страдания временны, а грядущая награда неизмеримо выше. Семь дней святой молился Господу с просьбой дать ему силы вынести все мучения. Его снова привели к правителю. Агриппин от лести и обещаний перешел к истязаниям. Для начала он показал орудия пыток – сапоги с гвоздями, раскаленные ядра, острые прутья. Это не сломило Платона. Святого мучили много часов подряд. После бросили в темницу, где он провел 18 суток без пищи и воды. Агриппин предложил Платону хотя бы сказать, что бог Зевс велик, но святой отказался согрешить даже словом. Тогда мученика Платона Анкирского обезглавили. Это произошло около 306 года. Подвиг святого мученика Платона начинается с его миссионерских путешествий, мы так скажем. Потому что обычно мученики – это те, кто однажды признались в своей вере и твердо остались до самого мученического венца. А вот святой Платон уже знал, что за эти его проповеди его схватят и обязательно его будут мучить. И он шел на это сознательно. В Галатии он обошел города, обошел весь и достойно уважения. Это проповедь. И, конечно же, как результат, Господь попустил арест. А вот язычники думали, что арестуют и запугают святого ничего подобного на вот такой выбор, что ты хочешь – жизнь, роскошную, уважение в обществе. Или выбираешь смерть за Христа, он выбрал бесстрашную смерть и выбрал вечную жизнь. А эту временную жизнь он дал в жертву, мученически, готов был умереть. Но все непросто. Враги хотели его еще помочь и тем самым склонить. Они его избили очень сильно и бросили в темницу на семь дней. А через неделю снова выволкли из тюрьмы и привели его в храм Зевса. Там он должен был уже принести жертву. Там все было приготовлено, красиво. Ну, казалось бы, вот сегодня приведи человека, избитого до полусмерти, а теперь поставь его. Ну-ка, теперь ты подумал, хорошо, что ты сделаешь? Вот просто возьми вот этот пучок ладана, брось вот туда, пусть дымок пойдет в жертву богам. И все, иди домой, иди и забудь. И многие так и поступали, Саша. Многие так и отрекались. Но не таков был наш сегодняшний святой. Он снова был готов. И снова его подвергли жесточайшим пыткам. Кипящие котлы нагрели. Его там искупали. Потом раскаленное железо взяли. Его вот так тело обжигали. Острые колючие ему вот так вот царапали его плоть. Но он все претерпел. Да, это было больно. Да, слезы лились и даже крики были. Но он все претерпел. И эти все пытки оказались бесполезными. И тогда бессильные мучители сделали последний жест. Усекли ему голову. Так часто происходило, когда уже никакие уговоры и пытки не помогали. Усекали голову. Как святому Ивану, крестителю. И вот теперь мы имеем святого великого мучника, который дает нам пример стойкости, веры и уверенности. Потому что слово мучник, это не про то, что человек помучился. Это про то, что человек увидел Бога и доказал нам, что Бог жив и Он с нами. Спасибо, отец Василий. А после такого сильного рассказа о житии этого мученика, всех, кто назвал в честь мученика Платона Анкирского, а также мученика Романа Диака, на память которых сегодня празднуется, мы с батюшкой торжественно поздравляем с именинами, дорогие. Пусть Господь даст вам некрепкое здоровье и твердую веру, и горячую молитву, и сохранит вас на многое и благое лето. Друзья, как всегда, по пятницам у нас рубрика «Просто о главном». Батюшка, у вас будет три вопроса и две минуты, чтобы на эти вопросы ответить. А еще я засеку один секундомер. Вы готовы? Готов. Первый вопрос у нас такой. Служить на литургии и других богослужениях можно только мужчинам. Всегда ли так было? И есть примеры, когда женщины также непосредственно участвовали в таинствах. Расскажите об этом. Да, всегда было. Это традиция еще ветхозаветного храма. Она была принята христианами. Но это не значит, что у женщины нечем заняться в храме и во время богослужения, в том числе. Древняя церковь знала диаконис, которые помогали во время совершения таинств. И сегодня есть определенные функции у женщин, которые помогают во время подготовки к службе. Но все-таки совершают службу только священник и диакон. Следующий вопрос. Кто такие диаконисы и почему этого чина нет сегодня? Вот, кстати, мы упомянули про них. Сейчас есть диакона. Они выполняют большинство тех функций, которые в свое время выполняли диаконисы. Но некоторые все-таки ушли. Там надо было переодевать готовящихся к крещению, намазывать их, если это женщины, во время соборования. Но даже само соборование теперь уже не так выглядит как-то. Тогда нужно было все тело намазать маслом. Сегодня мы помазуем, изображая крест на лице, на руках и на груди. Ну и следующий вопрос. Как женщины могут служить церкви в наши дни? Много есть. Например, клиросное пение, просфорня. Женщины пишут иконы, женщины, ну самое главное, это работают в воскресной школе и преподают, воспитывают детей. В конце концов, матушка, женщина, у нее очень важное задание быть супругой священника. Женщина у нас в наших университетах богословских преподает, а это тоже служение церковное. Одним словом, лишь бы только хотеть, она всегда найдет в себе применение. И есть еще одно важное церковное служение женщины. Сказайте, какое? Какое? Ведущая на телеканале «Спас». Ох, как приятно. Спасибо, батюшка. И вы вложились, между прочим, в две минуты, с чем я вас поздравляю. Спасибо. А мы сейчас прервемся, друзья, на короткую паузу. СПАССИЯ Теперь, друзья, давайте посмотрим один интересный сюжет от наших коллег. Если такие основные заповеди, как «не убей, не укради, не блуди» я соблюдаю, а лень, злость, они присутствуют каждый день, и что же тогда в них каждый раз кается, исповедоваться? Если мы под покаянием подразумеваем сказать это на исповеди, то здесь нужно действовать следующим образом. Конечно, должен пройти какой-то период времени, который мы бы прожили в какой-то борьбе с этими грехами, которые упомянули. Это очень важно. На исповеди, конечно, нужно про это говорить, хотя люди говорят, что это превращается в какой-то формализм, но здесь немножко по-другому к этому нужно подходить. Действительно, мы это говорим на исповеди, но мы ведь говорим это не священнику, а Богу. То есть мы под Богом раскрываем язвы своей души. Если мы сокрушаемся в этом пред Господом, если мы стараемся себя исправить, может быть, эти грехи не сразу сживаются, чтобы их изжить, на это уходят годы и годы, но все-таки, когда мы исповедуем их, очень часто та реальность, которая стоит за словами, она может отличаться от года к году. Потому что я, может быть, из года в год повторяю грех, что я раздражаюсь, но на самом деле это уже не то раздражение, которое было у меня несколько лет назад. Хотя вроде слово одно и то же. Поэтому смысл здесь есть. Потом нужно понимать, что есть такой род грехов, который связан просто с общим таким человеческим несовершенством. И здесь очень важно не перегнуть палку. Мы иногда каемся в вещах, которые исправить не в силах. Например, очень часто человек кается. Я невнимателен на молитве. Но вообще внимательная молитва – это дар божественной благодати. Мы из себя это состояние никак родить, никак выдавить не можем. Поэтому кается в этом бесполезно и бессмысленно. Ну, разве что мы специально, нарочно молились небрежно, но это бывает вряд ли. Поэтому, да, вот здесь это не имеет смысла. Но все-таки такие грехи, которые в фоновом режиме часто нас сопровождают, они не остаются бесследными. Потому что тоже пресловутое раздражение и гнев как-то высушивают чувства человека. Они с годами делают нас невосприимчивыми к друг другу, делают нас внутренне закрытыми, сухими. Поэтому эти грехи мелкие, но не значит, что они неважны, что с ними не нужно бороться. Ну и, конечно, придавать им какого-то такого значения и впадать в уныние, в отчаяние, что вот как же так, я вновь это сделал. Ну, конечно, не надо. Нужно понимать свое настоящее состояние, в общем-то, принимать свое несовершенство и жить с этим спокойно, не нарушая внутреннего мира. Продолжать над этим работать. Конечно, конечно, конечно. Спасибо большое, отец Андрей. Вы мне очень помогли разобраться в волнующих меня вопросах. Спасибо. Спасибо большое. На часах без четверти, а значит, настало время рассказать о наших современников, принявших мученическую смерть в годы гонений. О подвиге священомученика Порфирия Гулевича Симферопольского узнаем прямо сейчас. В конце 2013 года на имя правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии пришло письмо. В нем настоятель храма из Казахстана, протеерей Вадим Алексеев, сообщал, что его прихожане обнаружили место захоронения священномученика Порфирия Гулевича, расстрельного на полигоне НКВД в 40 километрах от Алма-Аты. На этом погосте в братских могилах походятся тела более 8 тысяч жертв Большого террора. Имя. Поликарп Васильевич Гулевич. Год рождения. 1864-й. Место рождения. Село Токаревка Литинского уезда Подольской губернии. Образование. Подольская духовная семинария. Имя при монашеском постриге – Порфирий. Звание – епископ Симферопольский и Крымский. Обвиняется в антисоветской пропаганде и дискредитации советской власти. Приговорен к расстрелу. В январе 1937 года правящий архиерей Крымской епархии епископ Порфирий был приговорен к пяти годам административной высылки в Казахстан. То есть он мог поселиться в любом месте в пределах указанного властями округа. В феврале, после четырехмесячной изоляции в Симферопольской тюрьме, владыку отправили в Казахстан. На станции Уштабе он встретился с епископом Екатеринославским Макарием. Епископ Макарий, его родственники радостно встретили крымского владыку. И там, в ссылке, они вместе укрепляли друг друга в вере Христовой и решили идти до конца. Епископы жили очень замкнуто, мало общаясь с внешним миром, пребывая в постоянной молитве. Иногда тайно на дому совершали божественную литургию. 20 ноября 1937 года архипастери арестовали. В протоколе, составленном сотрудниками НКВД, значилось, что на станции Уштабе они проводили антисоветскую пропаганду и дискредитировали советскую власть, а также поддерживали связь с контрреволюционными элементами, систематически получая от последних материальную помощь. Обвинение он отверг и не признал. Цитирую. Я контрреволюционной агитацией никогда не занимался и ее не проводил. Сталинской конституции не дискредитировал. Антисоветского элемента вокруг себя не группировал. Имел связи с Симферопольской, Ялтинской, Керченской общинами, от которых получал помощь. По день высылки в Казахстан являлся служителем культа. Владыка сознался в совершении религиозных обрядов, но не признал их незаконными, как того требовали власти. К тому моменту он уже успел послужить в Днепропетровске, Одессе и Симферополе. 1 декабря 1937 года постановлением тройки ОНКВД по Алматинской области епископ Порфирий Гулевич, епископ Макарий Кармазин, его племянница Раиса Ржевская были приговорены к расстрелу. 1 декабря 1937 года приговор был приведен в исполнение на полигоне Жаналык Алма-Атинской области. Шансы выжить у епископа были невеликим. Он открыто презирал советскую власть. Сохранились выдержки из проповеди владыки Порфирия. С ревностью и бесстрашием, обращаясь к народу, он говорил, советская власть притесняет религию, арестовывает духовенство, доходя до беззакония. Однако все это к лучшему и временно. В сентябре 1931 года на кафедру Крымскую был назначен епископ Порфирий Гулевич, что не было обойдено вниманием местной обновленческой иерархии. В это время в Симферополе служил обновленческий митрополит иерархий померанцев. И именно он с церковной кафедры заявил, что приложит максимум усилий, чтобы арестовать Порфирия Гулевича. Епископ Порфирий на угрозы внимания не обращал. Он уже знал, что такое тюрьма, допросы и унижения. Первый раз его посадили в 1927 году. Тогда еще и ромонах он не прекратил поминать на службах сырных архиереев. Невозможно отказаться от сосланных епископов. «Это все равно, что отказаться от самих себя», – писал он в письме к некоему игумену Игнатию. Эти слова и послужили формальным поводом к аресту. Через полгода после ареста, в июне 1928 года, Порфирия Гулевича рукополагает в сан епископа с наречением его Криворожским архиереем. «Именно к этому времени относятся воспоминания о внешнем виде иерарха. Это был высокий человек с седыми волосами, с длинной седой бородой. Волосы его не спадали на плечи. Нос был крупный, с горбинкой, губы тонкие, что свидетельство о его силе воли, решительности. Голос был густой, исходящий как бы из глубины сердечной». Староста одного из храмов Симферополя Николай Тайнов писал доносы. Один из них сохранился. Епископ Гулевич является активным церковным реакционером, стремящимся всяческими путями укрепить церковь Тихоновской ориентации и защитить православную церковь от дальнейшего разгрома. Обновленческое духовенство Гулевич называет не иначе, как антихристами, продавшимися властям. Ни доносы, ни аресты Владыку не сломили. Канонизировали его в августе 2000 года. «Святый священно-мучениче Порфирию, предстоя у престола царя славы, моли Христа Бога Отечеству нашему, в православии утвердитесь и не спаслайте нам велию милость». Так звучит кондак Владыке, а его сила веры, бесстрашие и твердость в отстаивании Божьей правды согревает сердце каждого, кто обращается к нему с молитвой. Мы привыкли к тому, что таинства исповеди и причастия неразрывно связаны. Но можно ли причащаться, если перед этим ты не покаялся в своих грехах? Разбираемся вместе с профессором Алексеем Ильичом Осиповым. Алексей Ильич, вопрос исповеди. Сейчас для того, чтобы подойти к причастию, необходимо исповедоваться. И тоже такое бывает, что половину службы ты проводишь в очереди, стоя на исповедь. Вот почему так повелось? Это взаимосвязанные таинства или нет? Одно без другого возможно? – Исходя из той ситуации, в которой мы находимся, реальной именно ситуации, и понимания психологии современного человека, то исповедь нужна перед причастием. Когда-то, когда-то, в самом начале ничего, конечно, этого не было. Этого не было. Даже если было, то было удивительное дело. Каждый перед всеми говорил, в чём он погрешил. Но потом это прекратили. Увидели, что это не полезно, когда человек должен рассказывать о себе перед всей общиной. Увидели, что ты можешь об этом поговорить с духовным человеком, с разумным, но объявлять это перед всеми – нехорошо. Так постепенно исповедь стала вот таким отдельным специальным таинством, которое предваряло причастие человека. Это постепенно становилось. И я ещё полагаю, что это необходимо, потому что исповедь, она уже помогает человеку с большим благоговением подходить и к самому причастию. Не просто так – раз и подошёл к чашу, а уже заставляет человека немножечко подумать о своей жизни. Это крайне необходимо – вспомнить свои, действительно, грехи. Это же нужно. Мы же, к сожалению, о них, пока нас уже не кольнёт самым таким сильным способом, мы и не думаем о них. А уж, например, осуждение. Господи, о чём говорить? Ну, разве может, или зависть, или тщеславие, или уж празднословие, такое даже вообще смешно даже упоминать, и так далее. Исповедь помогает. Помогает обратить внимание даже на то, что я и не хотел бы даже и замечать. Поэтому исповедь я считаю нужным, полезным явлением в жизни Церкви. Естественно, что могут быть исключения, когда человек, например, может быть, по каким-то причинам причается, может быть, часто, очень часто, но вдруг он причается вдруг два-три раза в неделю, это всё-таки и бывает некоторые, то здесь уже зависит от... Священник скажет. Но обычно говорят так, если часто. Если что-то есть уже очень серьёзное, да, скажи. Если нет, то можно, можно так. Но это я говорю, когда уже очень часто, бывает, но это достаточно редкое явление. А так без исповеди подходить к причастию нехорошо. Теряется благоговение уже. Это же много значит. Это просто даже на приём кому-нибудь. Если вы можете к патриарху так запросто заходить, то вообще скоро это проходной двор будет. Не правда ли? Да. Ну, как к начальнику надо записаться. Ну, как к любому начальнику. На работе. Конечно. Только так повёшь. Конечно, требуется. Так и здесь то же самое. А здесь мы никому-нибудь подходим. Вот так. Так что я полагаю, что это дело очень полезное. Внести звание христианина с гордостью. Почему главное не скрывать свои веры? Ответ на этот важный вопрос найдём в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Подождите, отставить. Как надо здороваться военным? Чего вы меня позорите? Здравия желаю! Внимание! Пошла! Ну, идея создания отряда пришла мне. Отряд у нас молодой, всего два года. Начинали мы ещё в старом здании и утились в трапезной. Ну, а сейчас, так как построено новое здание, у нас есть свой класс, где мы продолжаем обучение. Бои, все удержно. Разборка автомата закончена. Есть. Зачёт. Я, Хирис. Здравия желаю. Здесь. Приготовиться. Пошёл. Приход у нас вообще очень дружный. Вот сейчас мы, кстати, всегда молимся каждый день, ежедневно, молимся о воинах наших, которым сейчас очень непросто. И мне кажется, любая молитвенная помощь, она нужна им. И мы по мере сил стараемся её давать. Мой папа помогал. Он ездил к воинам в больницу. К раненым. Они на большой машине поехали. Мы солдатам писали письма. И их отправляли к больным, раненым, солдатам. А вот ещё кто-то ездил тоже, да? Да. Могалов. Расскажи нам тоже. Он ездил, он передавал письма, рисунки, которые многие дети делали. И за них молился. Лид Вегерев сборку кончит. Молодец. Чего мы можем сейчас, мы современные люди, можем научиться у мучеников? Что если мы будем бояться того, что все будут знать, что мы христиане, и когда будут нас убежать, то мы будем, ибо мы не избежим этого после смерти. То есть надо вот в всякости стоять за свою веру сильно. Люди просто приходят и спрашивают, как нам молиться. Молитва как раз и воссоединяет, насколько это возможно, в том числе и во Христе, людей, которые разлучены смертью. И воссоединяет, и утешает. И, конечно, оба собеседника, оба участника этой молитвы, то есть тот, кто находится еще в земной жизни, и тот, кто находится за гробом, однозначно, конечно, получают пользу. Где двое или трое собранного, а имя мое там, и я посреди них. Теперь, друзья, давайте посмотрим один интересный сюжет от наших коллег. Господи Иисус Христиан, Боже, помилуй меня грешно. Господи Иисус Христиан, Боже, помилуй меня грешно. Господи Иисус Христиан, Боже, помилуй меня грешно. Матушка Сепфора, в миру Дарья Николаевна Шнякина, родилась в 1896 году в Тамбовской губернии, в крестьянской семье. И с детских лет всем прочим занятием предпочитала общение с монахинями. И вот эти монахини ее научили читать Иисусу свою молитву, научили рукоделию и посвятили азы православной веры. С детства хотела быть монахиней, и так получилось, что в раннем возрасте, в 45 лет, умер ее отец. А в те времена, как Матушка Сепфора рассказывала, чтобы поступить в монастырь, недостаточно было одного желания, нужно было принести финансовый вклад в монастырь. У мамы Дарьи, Матушки Сепфоры, не было таких денег. Соответственно, она не могла этого просто осуществить, даже крайне любя свою дочь. И она предложила ей выйти замуж. Смиренная Дарья спорить не стала. Вышла замуж, родила четырех дочерей. Ее очень любили в семье свекла. После каждого ребенка ей давали возможность на паломничество в Саровскую пустыню. Она очень любила Саров, она туда ходила на богомоле пешком. Но грянула революция. Семью свекры раскулачили, многих родственников убили. Начались гонения на верующих. Дарья с мужем и детьми перебрались в город Киреевск к Тульской области. Через год после Великой Отечественной войны супруг умер. И Дарье пришлось в одиночку поднимать четырех девочек. Но она не отчаивалась. Жила, трудилась, молилась за себя и своих близких. А еще просила помощи Богородицы в исполнении заветной мечты – стать монахиней. Куда мы еще постарались? Господи, ты мой сокровище, ты моя счастье, ты мой покой. Ты моя жизнь вечная. Передаю себе волю твою. Хочу болезни, хочу здоровью. И в один прекрасный день случается то, что это не сон. Это вот, как бы, монашка находится в келье. К ней заходят ангелы. Я, говорит, сначала не понимая, что происходит. И ангелы совершили над ней после. Одели ее полностью все. И она, говорит, я после этого приехал в Троиццу Сергею Лавру, рассказала там отцам. И они решили совершить над ней уже монашеский постриг с именем Досифея. Ну, это был, конечно, тайный постриг. Монашка никому ее не раскрывала. А после уже со временем, там уже где-то, наверное, в 90-летнем возрасте, митрополит Сиропион Тульский совершил уже над ней схемнический постриг с именем Сепфора. Матушка Сепфора сильно переживала, что умирать будет в миру. А потому молилась перед иконами Богородицы, прося о помощи. И однажды, в 1993 году, ей во сне явилась сама Преснодева. И Матерь Божия говорит, не переживай, ты в миру не умрешь. Жди, за тобой приедут священники из Клыково. И вот все эти два года, потому что мы приехали только в 95-м году, все эти два года она ждала. Всех гостей батюшек схемонахиня допрашивала, не из Клыкова ли они. Но про такое место никто не знал. Лишь через два года просить молитвенной помощи в строительстве новой обители к матушке Сепфоре приехали и Родьякон Феодосий, и Игумен Михаил. Матушка услышала о том, что мы не склыкивали, обрадовалась, прыгала, как девчонка хлопала в ладоши. Я этого, конечно, сначала не понимал, не осознавал, но потом она все объяснила. Она говорит, ты дом строишь? Я говорю, строю, строй быстрее, я к вам приеду жить. А дом был где-то наполовину готов. Мне пришлось ускорить процесс строительства. Я буквально там, что мог, делал сам. И вот мы как раз ее к Рождеству уже 1996 года привезли сюда. В строящуюся обитель матушка Сепфора привезла с собой несколько личных икон. Среди них две богородичные – Тихвинская и помощница в родах. Первую знали все, а второй – только старица и ее келейница. При жизни матушки оба образа находились в ее комнатке, а после смерти были перенесены в храм. Там-то и выяснилось, что помощница в родах – особенная. Пока не начали перед ней молиться, вот, подребность не возникла. О том, что она чудотворная, мы и не знали. Мы узнали о ее чудотворности только уже из практики. Одна женщина, вторая, третья. Мы понимаем, что эта икона не просто икона, она живая, живая. То есть, как бы, ходатайся за все проблемы тех, кто нуждается. Помолимся святому мученику Платону. Святой мучениче Платоне, моли Бога о нас. Мучник твой Господи Платон, вострадание своем венец приятнетленный от тебе, Бога нашего. Имея, Бог, крепость твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощной одерзости. Того молитвами спаси души наши, святой мучениче Платоне, моли Бога о нас. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 1 декабря, друзья, пятница, первый день зимы. Церковь молитвенно чтит память мученика Платона Анкирского. «Праведным же называется не только тот, кто не служит жадности, но и тот, кто не повинен ни в какой дурной страсти», говорил святитель Иоанн Златоуст. «Утро на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом». С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова